Впервые за последние 16 лет не в Китае, а в российском Ростове-на-Дону. На минувших выходных в столице соседнего региона РФ принимала чемпионат мира по традиционному УШУ. В престижных соревнованиях приняли участие и харцизские спортсмены из клуба УШУ «Белый тигр». Вчера воспитанники Павла Разгуляева вернулись в родной Харцизк. Пригородный поезд, следовавший от границы с Россией со станции «Успенская», ровно в 16.00 прибыл вчера на железнодорожный вокзал Харцизка. Из третьего вагона на перрон вышли наши спортсмены. После успешного выступления на серьезных соревнованиях вдали от дома, довольных и немного уставших с дороги мальчишек и девчонок встречали их родители, бабушки и дедушки. Принять участие в чемпионате мира по традиционному УШУ, который проходил в Ростове-на-Дону 9 и 10 ноября, харцизян из клуба «Белый тигр» пригласила Федерация традиционного УШУ России. Конкуренцию нашим УШУистам на международных соревнованиях составили спортсмены из 16 стран мира. Наша команда довольно-таки давно готовилась к этим соревнованиям, так как мы получили официальное приглашение задолго до этого мероприятия. И наши детки, можно так сказать, усиленно готовились, тренировались. От нашей команды поехало 9 спортсменов, это только юниоров и детей. И один старший спортсмен, ему 42 года, и он показал довольно-таки серьезный результат. В его категории было очень, ну, довольно-таки серьезные соперники, там до 5-6 человек спортсменов как бы высшего уровня. Параллельно с чемпионатом мира, там же, в Ростове, проходил международный турнир по традиционному УШУ, на котором выступали дети. Наш город и республику в целом представляли молодые подопечные тренера Павла Разгуляева, харцизские УШУисты-юниоры, ребята в возрасте от 8 до 12 лет. Дети максимально смогли выступить в разных разделах, это раздел Туишоу, Таулу и Лэйтай, Сэнда. Ну, это три основных раздела. Наши спортсмены участвовали во всех, кроме Лэйтай. И у наших спортсменов, можно так сказать, результат нашей работы – это 17 медалей. Всего на соревнованиях в Ростове харцизяне взяли 7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Добиться такого успеха удалось благодаря долгим и упорным тренировкам и, конечно же, воле к победе, которой харцизским «Белым тиграм» не занимать. Эти два дня были до такой степени усилены, потому что соревнования проходили до 9 часов. С 8 утра до 9 вечера. Спортсмены довольно-таки сильно устали, так как не привыкли к такому темпу. Тем более, с учетом того, что они увидели там и поощутили, увидели, пообщались с другими странами. У нас такие спортсмены в игревой форме бегали, брали росписи. Была просто такая, слух пустили, что приедет джекичан. Но то они бегали, искали, наверное, его. Помимо внушительной коллекции наград, ребята, конечно же, привезли с собой и массу ярких впечатлений. Было, прям, в душе не верилось, что ты попал на эти соревнования. Были ощущения просто на стубальную систему. Ожидала лучших успехов, но чуть-чуть не дотянула, но буду стараться лучше. Мне показалось, что это была очень хорошая поездка и не зря поехали. Поездка в Ростов стала для тренера харцизского клуба «Ушу» Павла Разгуляева и его воспитанников уже вторым в нынешнем году выездом на международные соревнования. Напомним, в апреле «Белые тигры» достаточно громко заявили о себе на чемпионате Европы в Москве.